Здравствуйте, меня зовут Смоленов Игорь и сегодня мы покажем вам работу в парах, а конкретнее комплекс технических отработок. Первое упражнение. В первом упражнении первый номер наносит прямые удары достаточно часто в голову второго номера. Второй номер по большей части защищается корпусом, то есть делает нырки и уклоны и когда хочет отвечает любой комбинации, одиночным ударом, тройкой, двойкой или любой повторной комбинации. Работа идет на касание, мы бьем не жестко, отрабатываем технику. Второе упражнение. Первый номер также быстро и четко наносит прямые удары в голову второго. Второй защищается как хочет, но преимущественно нырками и уклонами, то есть корпусом и когда подбирает нужный момент, выполняет атаку через забегание или циркуль. В этом упражнении основная задача второго номера забегать за спину соперника, уходить с линии атаки так, чтобы он не попадался на глаза первому номеру. Также можно делать повторные атаки через то же забегание или циркуль. В третьем упражнении боксер номер один работает передним прямым в голову второго и удерживает ладонь дальней руки у подбородка. Второй защищается и старается ударить под руку или через руку навстречу второму номеру в ладони. Он может развивать атаку, ударить дальней или передней рукой навстречу, закрутить циркулем или забеганием, продолжить оттуда или просто развить атаку после встречного удара. В этом упражнении не надо частить, мы защищаемся, подбираем момент, когда мы точно уверены, что можем плотно и жестко и четко ударить навстречу и только после этого бьем одиночный или развиваем атаку навстречу. Четвертое упражнение. В этом упражнении один из боксеров двигается в блоке вперед, а другой работает на отходах, держит его на передней руке, встречает дальней рукой, закручивает, выполняет садисты, забегания, циркули и после этого продолжает атаковать повторной атакой. Еще раз повторюсь, что в этом упражнении боксер номер два работает только на отходах. В этом упражнении боксер, который двигается в блоке, не должен слишком быстро идти на того, кто работает на отходах, для того, чтобы тот в полной мере мог реализовать весь свой технический потенциал. А потом, в зависимости уже от уровня подготовки, вы можете ускоряться на этом упражнении. Это же касается и жесткости ударов. Можно работать на касание, но если вы уверены, что ваш соперник хорошо защищается, можно где-то сделать акцент. Пятое упражнение. В пятом упражнении боксер номер один бьет любые одиночные удары плотно, боковые, апперкоты, прямые, в голову и в корпус, но не дергает, не обманывает, просто плотно бьет. Второй принимает эти удары на себя, на подставку, на блок и ждет момента, чтобы атаковать через уклонный рог или от спорта. То есть боксер номер два принимает все удары на себя, но ждет возможности реализовать защиту корпусом или ногами для ответной контратаки. Упражнение нужно выполнять достаточно жестко. То есть в начальном этапе подготовки можем делать упражнение на касание, но если мы уже умеем защищаться, то это должно быть практически в режиме реального боя. Упражнение номер шесть. В этом упражнении боксер номер один работает передней рукой, достаточно быстро и легко. Второй номер защищается, опустив руки только корпусом и ногами. И когда хочет, контратакует любой комбинации. Либо на касание, либо с акцентом на крайний удар в комбинации. Может закрутить, может аккуратно ударить навстречу. Задача второго номера постоянно защищаться корпусом, отклон-уклонный рог. И на фоне вот этих защитных действий подбирать время для своей контратаки. Упражнение номер семь. В этом упражнении боксер номер один провоцирует своего соперника передней рукой и ждет ответа одиночным ударом. Он либо принимает удар на себя, либо отскакивает или проваливает любой другой защитой и контратакует. Еще раз. Мы провоцируем соперника, ждем контратаки одиночным ударом и проваливаем с помощью нырка, уклона или отскока и наносим свою комбинацию. Работа передней рукой должна быть достаточно легкой для того, чтобы мы могли спокойно сделать защитное действие после контратаки нашего соперника. Если мы будем сильно напрягаться, тогда мы можем зациклиться на этом и не успеть защититься. То есть акцентированный атака у нас именно вторая. После отскока, нырка, уклона или шага назад. Восьмое упражнение. Крайнее упражнение на межмышечную координацию. Боксеры вставят в боевую стойку друг напротив друга и начинают одновременно бить друг друга одноименными руками одинаковые удары. Прямые, боковые или апперкоты. В этом упражнении есть ведомый и есть ведущий. Ведущий задает движение вперед-назад или в сторону, а ведомый должен наносить удары одновременно с ведущим и двигаться так, как тот пожелает. Чувствовать это движение и повторять его четко. Это упражнение следует выполнять очень легко и очень быстро. Часть из этих упражнений или весь комплекс этих упражнений и отработок можно делать в начале тренировки перед условно-вольными или вольными боями. Что касается временных рамок, либо каждый из спортсменов выполняет отработку по раунду, либо они в течение раунда меняются через полторы минуты. Подписывайтесь на канал BalanceVet, оставляйте свои комментарии, нам это очень важно. Всем крепкого здоровья!